АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕГО ТИПА И ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ Здравствуйте! В эфире новости в студии Оксана Фолина. У жителей нового микрорайона Кемерово-Сити в областной столице праздник. Сегодня там забили первую сваю под строительство храма. Церковь отличается своей архитектурой. Она будет выполнена в стиле древних шатровых храмов, какие есть во Владимире, Нижнем Новгороде и Москве. На историческом событии побывала и наша съемочная группа. Ответственности, наверное, все-таки. Церковь, люди ходят в церковь, молятся. Для машиниста Михаила Масалова забивка сваи под строительство церкви – особый ритуал. Говорит, работа есть работа, но в этом случае чувствует огромную ответственность. Тем более, что этот храм отличается от большинства церквей в Кемеровской области. Камень, заложенный под ее возведение, в 2013 году осветил сам святейший патриарх Московский Евсея Руси Кирилл. Это большая благость и повод для особой гордости. Кроме того, здание будет выполнено в стиле древнейших православных церквей России. Это шатровый каменный храм. Его эскиз также благословлен патриархом Кириллом. Соблюдена еще одна старая православная традиция. Строительство ведут, что называется, всем миром, то есть на пожертвования. Эту возможность мы предоставляем через возможность приобретения именных кирпичей. Что это такое? Любой человек, который хочет пожертвовать что-либо для строительства нашего храма, получает свидетельство на именной кирпич. И за этого человека мы возносим молитву уже в нашем временном храме. И имя этого человека будет написано на конкретном кирпиче, когда мы начнем вкладку уже кирпичную. Первый человек, который внес вклад, свидетельство под номером один, это у губернатора Аман Гуденштулев. Строительство этой церкви идет в рамках программы «Десять храмов», согласно которой с 2012 года в Кемеровской области возводят 10 церквей шаговой доступности. Жильцы нового микрорайона Кемерово-Сити очень рады, что теперь и у них появится собственный храм. Пока на его месте стоит временная постройка. В ней также проводят все православные обряды и таинства. Жительница Кемерово-Сити Надежда говорит, раньше приходилось ходить в другой храм. Для молодой мамы это было нелегко. Мы ходили в храм, который находится в хирургическом корпусе областной больницы. Телеманцелителя. Туда очень неудобно было ходить. Я как вспомню, с коляской в гору. Ну, конечно, как с Божьей помощью Господь помогал и сил давал, но для меня это стоило больших таких душевных и физических сил. Ну и появление временного храма здесь и в последующем большого храма – только радость, положительные эмоции. Эту радость разделят все жители микрорайона Кемерово-Сити. Впрочем, православные посещают и временный храм. Отец Иоанн говорит, костяк прихода уже сформировался, а дети верующих с удовольствием посещают воскресную школу. Вот и сегодня люди собрались, чтобы присутствовать на молебне в честь торжественной забивки первой сваи под строительство. Будущий каменный храм рассчитан на 400 прихожан. Строители планируют, что возведен он будет в течение ближайших двух лет. В Кемерово-Сити уже есть православный детский сад, магазин кафе-соседи, аптеки, а теперь будет и своя церковь. Так жители микрорайона будут чувствовать себя комфортно не только физически, но и духовно. Наталья Токмагашева, Дмитрий Шилов, новости моего города. Участники конкурса на лучшее предложение по поддержке экономики Кемеровской области, который был объявлен в феврале, предложили экономить на отоплении школьных спортзалов и построить аэропоезд для доставки туристов на горнолыжный курорт на юге Кузбасса. Заместитель губернатора Сергей Ващенко отметил авторов лучших проектов благодарственными письмами. Из общего количества авторов призерами стали шесть человек, которые были награждены. Все предложения без исключения, всего их поступило к нам 29. В каждом из предложений содержится от 5 до 7 конкретных, уже более таких конкретных вопросов. Все без исключения мы направили и отраслевым органам власти Кузбасса, и структурным подразделениям администрации, с тем, чтобы уже, так скажем, люди, которые профессионально занимаются стольной сферой, могли решить, мы предлагаем это в практическое русло, либо видоизменяем и начинаем эту работу. Отрезаны от мира сего. В заводском районе Новокузнецка жители уже много лет сражаются за въезд в собственный двор. Отсутствие дороги, ведущей к домам, мешает работе спецслужб и портит жизнь самим жильцам. Кто виноват в сложившейся ситуации и можно ли ее исправить, выясняли мои коллеги. Горел мусоропровод. Вызвали пожарную машину, она ездила вокруг, не могли проехать. У меня мама болела, три года жила. Я вызывала скорую и встречала, потому что из окон вижу, скорая вокруг ездит. А въезда у нас нет во двор. Как такового въезда во двор нет. Свой двор жители двух домов по улице Ярославская называют островком, только вовсе не от избытка нежности. Этот участок отрезан от других в прямом смысле слова. Люди живут здесь больше 18 лет и все эти годы возмущены тем, что с основной дороги можно заехать в любой из ближайших дворовых территорий, кроме их собственной. Дома сданы давно. Это не новые дома. Поэтому у нас асфальт вдоль, значит, квадрат заасфальтирован вдоль этих двух подъездов и вдоль трех подъездов этого дома. Выезда нет. Нет дорожной инфраструктуры. Поэтому мы обращаемся к администрации города, района, чтобы нам помогли решить эту проблему. В администрации заводского района нам пояснили, что этот квартал появился почти 20 лет назад. Все сделано согласно градостроительному плану, в котором указаны дороги, пешеходные переходы и проезды. Заезда с Ярославской к 30-му дому не было предусмотрено изначально. Возможно, причиной тому послужили коммуникации, электрокабели или тепловые трассы, которые помешали проложить в этом месте дорогу. Впрочем, специалисты считают, что ее отсутствие никоим образом не вредит жильцам. Но если последние думают иначе, никогда не поздно исправить сложившуюся ситуацию. У нас сейчас все придомовые территории реконструируются при софинансировании жителей. И если они обратятся в дирекцию ЖКХ с предложениями своими, что, например, они хотят сделать какой-то въезд вместе со своей придомовой территорией на условиях софинансирования, то я думаю, что дирекция ЖКХ пойдет им навстречу и рассмотрит вопрос об устройстве въезда. Выходит, что за ошибки проектировщиков жильцам придется расплачиваться самостоятельно. Только в этих домах живут в основном одни пенсионеры. По их словам, 15% от общей стоимости работ сумма неподъемная. Многие попросту не потянут такое софинансирование. И непонятно, насколько еще затянется создание нового въезда, который мог появиться здесь еще 20 лет назад. Елизавета Черняк, Константин Алехин. Новости моего города. Работать с должниками теперь будут профессионалы. Как пишут в российской газете, в ближайшее время в трудовых книжках россиян может появиться запись-коллектор. Профессия тех, кто помогает возвращать долги, становится официальной. А это значит, что должникам теперь можно забыть про жесткие методы выколачивания денег, которые раньше себе позволяли некоторые непрофессионалы. Такой специалист нужен для дополнительной защиты кредиторов, говорит координатор проекта по разработке профстандартов, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Корене Арамян. Коллектор должен уметь корректно контактировать с должниками и поручителями на ранних стадиях взыскания задолженности. Основная его цель – квалифицированно мотивировать людей, попавших в сложную финансовую ситуацию, на погашение долгов. Дамам в пятницу «Домой пораньше» инициативу губернатора области в Кузбассе услышали и исполнили уже сегодня. В честь предстоящего праздника 8 марта представительницы «Прекрасного пола» работали до 13.00. В этом убедился наш корреспондент Антон Ивачев. Эта трамвайная кабина будто специально сделана для дам. Большие кнопки, на которые удобно нажимать даже в маникюре и зеркало, чтобы видеть пассажиров и украдка во время остановок поправлять прическу. Несмотря на удобство, водитель Наталья Валетова на прелести жизни не отвлекается. Ответственность высока. За спиной десятки человеческих жизней. Впереди бесконечная железная сеть. Нагрузка на нервы невероятная, но дамам по плечу. Очень даже женская. Очень даже женская. Почему? Потому что бывает и мужчины-то очень плохо водят. А женщины более внимательные. Они более трепетнее относятся к своей и к чужой жизни. У мужчин более, ну, как сказать, безразличные к жизни в друге. Сегодня Наталья Валетова ушла домой раньше обычного. Благодаря инициативе губернатора Амана Тулеева эту пятницу для женщин объявили коротким рабочим днем. В Кемеровской области программа по поддержке женщин, особенно матерей, всегда была на первом плане. Сколько мы идем и говорим, давайте сократим рабочую неделю для женщин. Особенно в день некий делок времени. Особенно. Надо, чтобы саду поработали. И на зиму там чего-то заготовили. И на даче попы. И мы в администрации же области делаем. В пятницу, все, 30 дня все смогут. С моей партии. Ну, ничего же не случилось. Но работа эта область. И все предприятия будут работать. Но зато общество будет дать. Дети в порядке. Ну, раз ради детей живем, давайте это осознанно будем делать. Сократить рабочую пятницу для женщин губернатор предложил с мая по октябрь. Но кузбассовцы выполнили поручение главы региона досрочно. В преддверии 8 марта прекрасная половина человечества работает до 13.00. Мужская не возражает. Ведь свой трудовой лимит в 20 веке дамы отработали сполна. Все трамвайные пути в городе Кемерово построены женскими руками. Об этом не помнят сейчас, к сожалению. А так сложилось, что война выкосила все мужское население. И мужчины, которые вернулись с войны, они в лучшем случае были бригадирами путейцев. А путейскими рабочими все до единой были женщины. Таскали рельсы, вбивали костыли, укладывали шпалы. Механизация тогда была минимальная. Я считаю, что вот это, конечно, не женская работа. Сегодня все трамвайно-троллейбусное хозяйство города по-прежнему на хрупких женских плечах. А потому и пятничные разгрузки дамы рады неимоверно. Чтобы в короткое время исправить ситуацию на линии, надо уметь быстро принимать решения. На этой карте вся схема движения трамваев и троллейбусов в городе Кемерово в режиме реального времени. Безопасность на линии здесь, кстати, тоже находится под пристальным женским вниманием. Сегодня в Кузбассе, благодаря региональной программе поддержки материнства, женщины могут больше времени уделять семье и детям. И в подтверждении губернатор также предложил отпускать прекрасных дам в отпуск во время школьных каникул. Чтобы они проводили больше времени с детьми, когда с мая по октябрь будут работать до 15.00. Некоторые женщины с нетерпением ждут этих пятниц, которые уже успели окрестить Тулеевскими. Антон Овачев, Антон Скомаровский. Новости моего города. Был нашим, станет московским. Перейдет ли главный тренер Металлурга, возрождаемый из пепла Спартак, узнаете из второй части выпуска. И вот что еще вас ждет. Застали врасплох подарком. Русское радио в Новокузнецке в канун 8 марта пришло в гости к прекрасным слушательницам. Постой сезон, постучите клюшки. Хоккейный Кузбасс поборется за кубок в Архангельске. Красота спасает Кузбасс от незаконного оборота наркотиков и оружия. Киселевчанка Надежда Пушкарева, которая занимается расследованием этих преступлений, завоевала титул самой красивой женщины в погонах Кемеровской области. Итоги конкурса Мисс Полиция 2015 подвели в Главном управлении МВД региона. За корону победительницы в интернет-голосовании боролись 17 претенденток. Причем до последних минут не было ясно, кто же все-таки победит. Сотрудница полиции из Киселевска лишь на 100 с лишним голосов опередила представительницу Прокопьевска. Как признается Надежда, работа с уголовными делами эмоционально дается ей проще, чем в конкурс красоты. К слову, в прошлом году она расследовала 40 дел в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия. Я не ожидала, что будет такой результат, потому что борьба была ожесточенной, другие конкурсантки были очень достойными и, конечно, приятно быть лучшей. Получать двойки, забывать сменку и ходить с родителями к директору больше не модно. В тренде образ эрудированного школьника с большими планами. Только такой может стать учеником года. Итоги одноименного конкурса накануне подвели в областной столице. Представлять Кузбасс на всероссийском этапе будет старшеклассница из Кемерово. Подробности в следующем сюжете. Все, мы договорились? Да! Еще неделю назад эти ребята собирались провести весенние каникулы за учебниками, а теперь планируют дальнее путешествие. В 71-й Кемеровской гимназии появился обладатель почетного титула. Ученик года. 11-ти классница Екатерина Повелицына победила на областном конкурсе. Конкурс ученик года и учитель года идут рука об руку. Мы решили, раз у нас есть победитель областного конкурса и участник всероссийского конкурса учитель года, значит, нам обязательно нужно иметь победителя областного конкурса ученик года. И, соответственно, ей является Повелицына Екатерина, которая победила в областном этапе. И сейчас он у нас направляется в город Ульяновск на всероссийский этап данного конкурса. Школьники со всей области подавали заявки на участие, но до очного тура дошли только 10. Отличники, активисты, участники молодежных движений на финале представили свои визитки, рассказывали о пяти любимых литературных произведениях и доказывали, что умеют отстоять свою точку зрения. Катя считает, что ее победным выходом стал творческий номер о родном крае. Конечно, самым пиком, наверное, был этот номер национальный, потому что на него была главная ставка. Это наша изюминка, я считаю, нашей школы. У нас есть четыре представителя женщинской национальности. У нас есть грузинский, кавказский, восточный кусочек и татарский кусочек. И заканчиваю я с русским танцем. Это практически все мои одноклассники, кроме одного юноша, он ученик 10 класса. Мы давно общаемся, и никогда таких вопросов, кто какой национальности, не возникал. Поэтому и вдруг пришла вот такая интересная идея, почему бы не сделать, отличиться. И вот мы решили так вот представить интересно. Тем временем, итоги региональных этапов конкурса подведены во многих областях. Чтобы стать лучшим на всероссийском состязании, участникам придется представить не только портфолио и творческие номера, но и собственные мастер-классы, дискуссии и публичные выступления на заданную тему. Во время школьных каникул, пока кто-то готовится к экзаменам и чем заниматься, мы поедем защищать, отстаивать честь Спаса. В этом году конкурс празднует свое 16-летие. Ожидается, что на финальный этап в Ульяновск 23 марта съедутся старшеклассники из нескольких десятков регионов России. Ольга Дурных, Константин Червяков, новости моего города. Даже приятные сюрпризы могут застать врасплох. Русское радио в Новокузнецке поздравляет своих слушательниц с международным женским днем. В канун праздника сотрудники радиостанции подвели итоги конкурса «Супермама» и раздали победителям подарки. С доставкой на дом и в офис подробнее в нашем сюжете. Светлану Кейль называют многодетной мамой своих учеников, она считает родными. Преподаватель специализированной школы для слабовидящих детей проводит с ними много времени, поэтому и решила поучаствовать в конкурсе «Супермама» на русском радио. До последнего не знала, что оказалась в числе финалисток. И не смогла скрыть удивление, когда посреди урока сотрудники радиостанции поздравили ее с наступающим праздником. Звание действительно очень почетное и приятное. Тут даже спорить не будут. Претендентки были очень достойные и сильные. Хотелось просто для себя убедиться, для своих детей. Как вы видите, я мама многодетная, поэтому они все считают, что все-таки их учитель и мама моих детей обладает сверхсуперспособностями. Спасибо большое, конкурс потрясающий. Настолько адреналина много, настолько эмоций, столько переживаний. Среди слушательниц русского радио много обворожительных дам, которые 8 марта обязательно получат поздравления от друзей и близких. Но чтобы выделить избранных, сотрудники радиостанции придумали конкурс под названием «Супермама». Участницы отправили свои заявки и всю неделю участвовали в розыгрыше. В финале выбрали 5 победительниц. Весной наши мамочки преображаются. Не только мамочки, конечно, и все женщины преображаются, но мамочки особенно прекрасно. Поэтому мы решили отметить именно мамочек. Но поскольку аудитория русского радио – это прежде всего молодые семьи, то, конечно, наши мамочки были признаны супермамами. Среди конкурсанток оказались не только домохозяйки, но и современные самостоятельные мамочки, которые успевают одинаково хорошо вести бизнес и домашнее хозяйство. Но даже заядлые карьеристки в разгар рабочего дня не воздержались от сантиментов, оказавшись в числе супермам русского радио. Герман Титов может возглавить возрождаемый «Спартак». Тренер хоккейного «Металлурга» достиг соглашения с руководителями «Красно-белых», пишет ТАСС со ссылкой на источник знакомой ситуации. «Принципиальная договоренность о переходе Титова в «Спартак» достигнута», сказал агентству «Собеседник». Напомню, из-за финансовых проблем московская хоккейная команда не выступала в прошлом сезоне КХЛ, но планирует вернуться в Лигу в этом году. Герман Титов тренирует «Кузню» с октября 2013 года. В этом сезоне «Металлург» занял предпоследнее место в своей конференции. Добавлю, что по сообщению ТАСС, помимо «Спартака», 49-летним специалистам интересовались «Ярославский локомотив», «Уфимский салават», «Юлаев» и «Нижегородская торпеда». «Кузбасс» поборется за кубок в Архангельске. Стал известен город, матчами в котором кемеровские хоккеисты продолжат свои выступления в сезоне. За пятое и восьмое места подопечные Николая Кадакина поборются в Архангельске. В этом городе пройдут игры, в которых соперниками кузбассовцев станут местный водник, Красногорский Зорки и Кировская Родина. Победитель турнира получит кубок Федерации хоккей с мячом России. Календарь турнира утвердят позднее. На этом у меня все. Я, Оксана Фолина, с вами прощаюсь. Далее вас ждет рубрика «Тем временем». Георгий Дзюмин расскажет о светодинамических скульптурах, которые покорили весь мир. Не пропустите. Здравствуйте. Тем временем блогеры в восторге от кинетического искусства. Британский художник, физик и просто энтузиаст от науки Пол Фридлендер создает кинетические световые скульптуры, которые радуют глаз своими цветными узорами и осязаемыми формами. Сам автор не берется определить, к какой именно области относятся его работы и даже считает подобные попытки бессмысленными. Вместо этого он называет себя научным художником и заверяет, что художники и ученые на самом деле имеют намного больше общего, чем люди обычно себе представляют. Область, в которой творит Пол, находится на стыке между искусством и наукой. Каждая работа представляет собой визуальное и пестрое завихрение, стремительно вращающееся вокруг своей оси в потоке яркого света. В произведении основную роль играет гибкая вибрирующая нить, которая становится невидимой, тогда как цвета приобретают видимость. «Я решил сфокусироваться на кинетическом искусстве, только здесь я могу объединить свои знания и любовь к творчеству», утверждает автор. В основе всех световых скульптур Фридлендера лежит его собственное изобретение, которому автор дал название «Хромостробик Лайт». Оно было сделано более 20 лет назад, а суть его сводится к тому, что свет изменяет цвета быстрее, чем это можно заметить невооруженным глазом. И со стороны все выглядит как быстро движущаяся и постоянно видоизменяющаяся волна. «Светящиеся, прозрачные, динамичные – это очень красиво!» Выставки работ Пола Фридлендера проходили в 12 странах на трех континентах. Невиданному зрелищу рукоплескали жители Манчестера, Лондона, Варшавы, Иерусалима и Мадрида. Тем временем оставайтесь с нами. Увидели новое – покажите друзьям. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok